У нас довольно часто возникают ситуации, когда заболевание вышло уже за пределы немышечно-инвазивной формы, но еще не достигло метастатического процесса. Поэтому такое состояние мы расцениваем как отдельная категория мышечно-инвазивной, местно распространенной рак мочевого пузыря, который, если в целом брать про заболевание, встречается примерно в 5-7% в зависимости от региона, от локализации, от того, где мы проводим диагностику. А если мы будем брать летальность, связанную с этим заболеванием, то этот процент будет в общей структуре онкологической патологии гораздо выше, потому что заболевание, конечно, агрессивное. И очень значительная часть этих летальных исходов придется именно на распространенный, местно распространенный, ну и, конечно, метастатический рак мочевого пузыря. Второе. Российская статистика заболевания отмечается медленной, но устойчивой тенденцией к приросту. И если мы будем говорить о том, как мы можем помочь этим пациентам, то лечение мышечно-инвазивного и местно распространенного рака мочевого пузыря, а говоря о распространенном, я в первую очередь в этом сообщении буду говорить о местно распространенном раке мочевого пузыря, так как хирургическое лечение, наверное, больше к нему имеет отношение, то мы будем рассматривать несколько вопросов. Прежде всего, это, конечно, онкологические результаты. Второй вопрос – это функциональные результаты, нежелательные явления и стоимость лечения. И, наверное, с последнего вопроса я и начну. Стоимость лечения по данным оценки, недавно опубликованной в нескольких изданиях, показал, что это пятый по стоимости лечения среди всех онкологических заболеваний процесс. Стоимость на одного пациента составляет примерно 100-150 тысяч долларов на одного пациента, начиная от момента выявления немышечно-инвазивного рака мочевого пузыря и заканчивая, ну, неизвестно, чем заканчивается. Мы понимаем, что у многих все заканчивается контрольными цистоскопиями, а у кого-то это переходит в цистектомию и лечение метастатического процесса. Причем на именно цистектомию приходится далеко не самая большая часть всех этих расходов. Это отчасти объяснимо тем, что все-таки, к счастью, немышечно-инвазивные формы составляют большинство, примерно 75% среди всех заболевших этим процессом. Но, с другой стороны, цистектомия, конечно, очень вносит существенный клад в плане операционного, послеоперационного ухода, о чем мы также сегодня поговорим. Казалось бы, такая стройная схема при выявлении мышечно-инвазивного местно распространенного рака мочевого пузыря проводится неодиуантная химиотерапия. Та, она не дает большого процента, этого вопроса мы уже касались, большого процента по увеличению общей выживаемости, но она дает значительное увеличение процента кипостодирования наших хирургических возможностей радикально, действительно радикально прооперировать этого больного. После этого радикальная цистектомия и нужна или не нужна адювантная химиотерапия, иммунотерапия. И это мы решаем уже позднее. Есть несколько моментов, касающихся стройности, так скажем, этой схемы. Дело в том, что у половины пациентов после радикальной цистектомии возникает рецидив. Причем локальный только у третий, а у большей части это отдаленные метастазы. То есть в большинстве случаев мы оперируем больных на уже не локализованных и даже не местно распространенных формах, и когда уже имеется более генерализованный процесс, который мы не можем выявить на клинической стадии. При этом 15% больных, спервые выявленным раком мочевого пузыря, уже имеют отдаленные метастазы. И часто первичный клинически локализованный процесс является изначально метастатическим. Такие вот интересные цифры приведены в не самой новой, но около 5 лет назад были опубликованы эти данные. Вот такая публикация. Почти 50% пациентов имеют как поражение регионарных лимфатических узлов, так и отдаленные метастазы. И только 12% с поражением регионарных лимфатических узлов имеют только регионарные лимфатические узлы. То есть большинство этих больных, которым мы ставим N1, N2, N3, которым назначаем неодевантную химиотерапию, уже имеют распространенный процесс, собственно, наверное, чем и объясняется вот эти 5-8% улучшения общей выживаемости при проведении неодевантной химиотерапии по сравнению с только радикальной цистектомией. Именно эти 12% пациентов попадают в эти 5-8% больных. И вот такая вверху приведенная схема, которая была представлена ранее, показала, что, наверное, есть альтернативные варианты, альтернативы пути, как обойти, как изменить это течение, это ведение пациента. Это либо только цистектомия, 3-модальная терапия, сейчас уже поговаривают о тетрамодальной терапии, это иммунотерапия, как неодевантная, так и адевантная, так и в сочетании с химиотерапией, так и монотерапия. И много других различных вариантов, о которых мы сегодня уже слышали или услышим позднее. Насколько мы можем прогнозировать выживаемость, прогнозировать рецидив при проведении лечения по поводу местно распространенного рака мочевого пузыря. Существует 10 лет назад предложенная предиктивная модель МЭИ, так называемая, точность которого, в принципе, не так, чтобы и высока, 60-70%. По сравнению, если мы будем говорить о, допустим, раке предстательной железы, предиктивной модели, которые достигают 80-90%, но это уже что-то. И в эту модель включаются наличие лимфоваскулярной инвазии, наличие позитивного хирургического края, наличие поражения региональных лимфатических узлов и сам факт проведения неодевантной терапии. Ну и также женский пол тоже является неблагоприятным фактором прогноза. Общаясь с пациентом, нужно помнить о том, что у нас есть 3 месяца для того, чтобы провести больному с местно распространенным раком мочевого пузыря радикальное лечение. И неодевантная терапия, кстати, не сильно удлиняет этот интервал, что показали недавние исследования. Свежая публикация, консенсус Европейской ассоциации урологов, Европейское общество медицинских онкологов по лечению распространенного и вариантного рака мочевого пузыря. Чем мне нравятся такие консенсусы? Они как бы финализируют, что ли, ставят точку в тех изменениях, рекомендации касательно каждого отдельного заболевания. Крупнейшие специалисты в этой области были опрошены. Всеволод Борисович также поучаствовал в этом опросе, я нашел там фамилию. Что получилось касательно неодевантной терапии? Консенсусное соглашение. Вот зелененьким цветом, ой, кружок тут так бегает не ровно, представлены пункты, по которым большинство опрошенных сошлись в необходимости проведения этого пункта. Желтым это то, что спорно, примерно 50 на 50. Кто-то согласился, что это нужно, кто-то согласился, что это не нужно. Но вот неодевантная терапия, она выделена в такой красный прямоугольник, 100% опрошенных говорят о том, что это нужно. Те цифры, которые реально соответствуют нашей реальной клинической практике, они, конечно, говорят о другом, но стремиться мы все равно должны к идеалу. Собственно, наверное, для этого наши встречи и организуются. Продолжение обсуждения вот этих вот консенсусных выводов, то, что подтипы различные, вариантная гистология, так называемая, на нее неодевантная терапия не действует. Переходим непосредственно к хирургическому лечению, орлопароскопической радикальной цитектомии. У меня было, конечно, такое желание вставить сюда пару видеофрагментов каких-нибудь, но я понял, что если я сюда даже ключевые моменты этой операции многочасовой ставлю, то далеко выбьюсь за рамки своего доклада, поэтому я тезисно расскажу о том, к чему это ведет и что мы получаем в результате этого. Одна из основополагающих статей, которая показала, что такие вот цифры мы имеем в канцерспецифической, безрецидивной, общей выживаемости в целом при проведении лапароскопической радикальной цитектомии. Но в основном те исследования, которые мы сегодня имеем, сравнивают роботическую цитектомию и открытую цитектомию, в том числе и проспективные исследования. Одно из них – это исследование Рейзер, которое не показало различий в выполнении малоинвазивной цистектомии и открытой цистектомии, и показало, что онкологическое течение процесса зависит прежде всего от распространенности и от состояния хирургического края, которое мы получили после проведения хирургического лечения. Еще одна работа, которая оценила влияние малоинвазивной хирургии радикальной цитектомии на рецидивирование – это американское исследование нескольких крупных лечебных учреждений. 383 пациента было включено, которое также не показало различий выживаемости без рецидива. При немышечно-инвазивном раке мочевого пузыря, мышечно-инвазивном, местно распространенном раке мочевого пузыря, но показало различие в частоте рецидива в региональных лимфатических узлах. И в частности, в локализации региональных очагов через два года наблюдения при проведении роботической цитектомии в лимфатических узлах и тазовых, и экстратазовых была выше. И частота перитониального канцероматоза также была выше, что поставило нашумевшую работу. Я думаю, многие, которые занимаются роботической хирургией, а особенно роботической радикальной цитектомией, про нее знают. Подумали о том, было серьезное обсуждение, влияет ли карбоксиоперитониум на вот эти проблемы, которые развиваются в дальние сроки после операции. Но не только онкологическими результатами жив хирургический мир в вопросах радикальной цитектомии, ЭРАС, Enhanced Recovery After Surgery, он же Fast Track. Те элементы, на которых я, наверное, не буду останавливаться уже около 10 лет, мы говорим о них, когда говорим о радикальном хирургическом лечении больных раком мочевого пузыря. Это все пришло из колоректальной хирургии. Сейчас активно эти элементы используются онкоурологами. Онкоурологами и при выполнении радикальной цистектомии, в частности, включают в себя предоперационные, интраоперационные, послеоперационные элементы. Я не буду, еще раз говорю, на этом останавливаться, потому что эта тема, наверное, для отдельного сообщения, а может быть, и для отдельной встречи. Все это очень важно и требует понимания, что выполнение радикальной цистектомии – это не только сам процесс выполнения операции, это и тщательная подготовка больного к этому выполнению, и введение больного после операции, которое, например, в нашем лечебном учреждении выполнено в таком количестве случаев. 2020-2021 год мы немножко просели из-за ковида, нас очень пугали анестезиологи, что если больные эти окажутся в реанимации, они запросто могут оказаться в реанимации, то тогда они заболеют ковидом и вообще умрут. Но сейчас мы потихоньку восстанавливаемся и вышли на так называемый доковидный уровень. Вот такие вот цифры мы сегодня имеем. Тот же самый консенсус, консенсус соглашения в отношении адъювантной терапии, тоже сильно не буду много останавливаться, было много приведено до этого в предыдущих докладах проспективных исследований с убедительными цифрами и в отношении адъювантной терапии. Хочется только сказать, что адъювантная терапия в отношении выраженного местно распространенного процесса с инвазией соседней органы и поражением региональных лимфатических узлов также практически 100% опрошенных экспертов была признана абсолютно показанной. И если она была выполнена в неодъювантном режиме, химиотерапия была выполнена в неодъювантном режиме, то мы должны рассматривать вопрос о проведении адъювантной иммунотерапии. И если уж мы говорим о распространенном раке мочевого пузыря, то надо сказать и о метастатическом раке мочевого пузыря, который место радикальной стестоктомии отводит в плане палеотивной. Мы прекрасно знаем, что есть пациенты, которые мы не можем купировать симптомы консервативно и даже при наличии метастатического процесса процесс не увеличивает выживаемость, но мы выполняем цистоктомию с палеотивной целью, с целью сохранения жизни этому пациенту прямо здесь и сейчас. Хирургическое лечение в ретроспективных исследованиях, несколько работ, которые показали улучшение онкологических показателей при отдаленных метастазах, но в общем-то цифры впечатляющие, которые не подтвердили себя в проспективных работах. Тем не менее, когда у нас безвыходная ситуация, мы вынуждены общаться с пациентом и лечить пациента, который уже имеет метастатический процесс, но при этом у него двусторонний гидронефроз, гематурия, инвазия в соседние органы, вызываемые болями, то таких больных мы иногда вынуждены оперировать, к сожалению. Спасительная цистоктомия данной литературы, проведенной на последнем конгрессе Европейской ассоциации урологов, показала впечатляющие результаты. Выводом из этого исследования было то, что лучевая терапия эффективна и без поддерживающих вариантов. Очень скептически отнеслись к этому суждению на конгрессе. Длительная дискуссия была. Ну вот, лучевая терапия показала вот такой процент, полный ответ почти у трех из четырех больных. 79% при этом не подходили для терапии цисплотином, что говорит об их не самом хорошем статусе изначально, но частота выполнения спасительной цистоктомии достигала 20%. На этом я и хочу закончить. Спасибо за внимание. Спасибо. 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 Спасибо.